всем привет дорогие друзья ну вот таких два разных тайма первый тайм спартак сыграл очень плохо второй получше сыграл ну можно сказать что таких слабых команд в рпл как химия я не знаю только может быть нижний новгород там или кто потому что уже следующие игры на кубок с динамо очевидно поставить другой состав там более 2 очевидно а потом играть дома с крыльями советов которые два матча первых проиграли там такой игры никто не будет так не позволит никто играть что команда 26 раз бьет поворотом 10 раз створ там огромное количество голевых моментов такая страшная реализация но касаемо первого тайма я могу сказать что когда вот этот гол забивал лукас вера это просто вообще там хорошо там да за болотный сфалил на татаре понятно но если бы этого не было фола там или вара такой и запорную зону пропускать гол такую но это там бы неизвестно как игра повернулась вот этот пенальти в раздевалку который не добил как всегда вот этот обухов вратарь лучше мать жизни со спартаком как можно бинго-бонги он же левоногий давать пенальти бить когда всегда ясно что он все одинаково в этот угол будет бить до который находится когда он под левую ногу бьют то есть левая от вратаря ну когда смотреть со стороны вратаря этот от вратаря левый угол он туда и прыгнул он так с локомотивом бил понятно вот уганда бьет их добивание с одного метра не добивает там ладно уганда забил гол чем там забил гол во втором тайме как говорил про макашка это я так могу да мурку давай у нас забил там гол в пустые ворота там хорошая контратака белла убежали в быструю контратаку там понятно зина бинга-бонга ну то что кодрис тоже как играли при карьере при т.д.с. к вот он там в пустые ворота уже понятно ну и стандарт конечно хороший вот этот вот сержант сходу забил конечно наигранцы стандарта но единственно что может быть умеет наигрывать вот этот вот буду лая видишь что они все днари я по-прежнему свое мнение стоит что на рельс так только схеме можно играть вот первый тайм там неизвестно как сложилось никто в других играх рпл не даст так играть такие вот моменты нереализации там в пустые ворота не попадание все вратари будут лучшие матчи проводить как этот ссоев с оренбургом как сегодня обухов схеме вот они сегодня уже расслабились думали что великий такой гол привести в конце позорно это просто уже бросили весла за 15 минут до конца прекратили играть вы с кем играете так в рпл он там зенит 7 отгрузится и ска там 6 я не знаю там бросили они играть приводит гол там уже в свои ворота там и сержанты и этот еще ряба вообще этот студий бекер ужасно сыграл просто ужасно там его надо было после первого тайма менять короткие штанишки ужасно там полкоманды днарей надо гладить ну спасибо барко надо этому бардко в ножке кланяться конечно классное приобретение вот и они в первом тайме уже что там было видно никак не знаешь что делать отдай мяч промису когда у бесков не знаю что делать отдай мяч говорил вот тут бардко отдают ну конечно видно что мастер хороший игрок очевидно угадали с приобретением не знают там это схеме так надо посмотреть как он будет играть с цска зенитом с динамо там с тушенкой с девками и прочее вот ну просто до штрафной великолепно исполнил друзья так вы посмотрите это не то что это конкретно в самую девятину в паутину там наработанный такой классический удар вратарь не свернулся мастер таки забил забивал фернандо ну вот последний прямой со штрафного при тдс к забили помните урал 5-1 ларсон забил когда да но это в типичный удар в стиле фернандо конечно он его прохода и пасы попадание там его над дальней девяткой тому штангу высокого уровня игрок конечно вот бог да чтобы стал вторым промисом но опять же впечатление о матче этот первого тайма концовки вот это смазано да спасибо бардко спасибо штат стандартным наиграем вот убегание так и надо было когда химия повалилась там второй так и ничего там стали катать надо было нет инстинкта убийцы там 3 4 как не за этом до мюнстерской баварии до лучших клубов мира как дулын который там по 7 по 8 грузит еще раз говорю вот эти матчи будут давать оставим кубок с динамо там кубок вообще пополам на него будет там второй состав к следующий и следующие игры на открытие арена с крысами никто не простит там на выезде там с акронами сад никто так не будет это только хим с химией так можно играть так вот это валять вот так еще хорошо что начало второго тайма они забыли выйти из раздевалки химия забыла вот этот бардко великолепный мяч положил в девятину а так что там подкидывать чепчики кидать ура так великолепно я ничего не буду говорить что там великолепно я по прежнему считаю что буду лая такой же но вот мы все не выиграли очень слабые команды первый тайм провалили там пенальти пенальти не забивают на добивание не забивать в конце привозит гол такой вот в других играх это не будет никто там вам тасс не даст сыграть там я не знаю там что из себя представляет динамо махачкала и факел якобы слабо на виду что нижний ногу да конечно вот наверное другие никто там ничего так не даст сыграть и там поедете каким гопарям в ростов или на открытие арена вам отгрузит по полной все вот это потому что опорная зона по-прежнему нет татара так может играть только схеме татара и сколько опять брака и привозов было у татары вот но в том тайме то что жоржик вышел но жоржик не готовся в чем там раз головой ударил там видно где-то надо смотреть целиком в матче там и как он двигается или чем-то еле ходит по полю вот но так конечно я могу сказать что благодаря бордков этот удар его в девятину да конечно немножко химия поплыла сразу такую начали они и тут же сразу убежал бинга-бонга бинга-бонга нормально опять активно он в конце того сезона лучше и часто с аренбургом сегодня на пенальти нельзя давать надо пенальтиста искать в команде я не знаю нет нет дельфина то бардко давайте бить там зоби кто там к этому жоржику давайте бить у ганди я не знаю вот нельзя бинга-бонга давать он левша вот это они явно смотрят перед матчами куда будем видеть когда еще с метра не забивает у ганды по-прежнему дно такой же там вот он забил такой голос одного метра в пустые сколько он еще не забил сегодня короткие штанишки но просто как и было пол команды днарей так и осталось вот ну просто счет того что очень слабой химии вот появился хороший игрок но опять же один бардко ты не может там у нас даже промис один не вытягивал команды бардко один не может вытянуть ему нужно с кем-то он тащит сейчас но там с других командах его где-то прикроют там зенитом с динамо ему там по ногам дадут где-то закроют не дадут играть вот это приспособиться понимаете он же не крестьян ну не месси да хороший игрок кантончику это приспосабливались так что посмотрим дорогие друзья там наберет форуму жоржик или нет я не знаю там и уганда по-прежнему дно вот так как был дно так и остался он там забил гол в пустые ворота вот так вот ну плюс защите конечно если за весь второй тайм химия имеет там не вообще ни ударов ничего и в конце не приводит гол такой вот видели это будулаешь треск скамейку готов был разбить вот и вот этих таких голов как вера вары вот эти вот и пенальти вот это все в одну копилку ложится это никто других игрок не простит но выиграли так сказать вот я по-прежнему остались при своем мнении что команда не готова к сезону не тактически не физически и как играть они не знают вот сейчас отдали кинь бардко не рисунка ничего по-прежнему нет кинь бардко он чуть придумать вот он спасибо такие голы забивает или в быструю контру убегать они тоже не могут там не в позицию не позиционку ничего и в следующих матчей это вылезет еще полный кошелок если даже не могут сухую сохранить и там пингвину там на последней минуте привозят так такие голы там вообще расслабились великие уже там до 3-0 мы ведем там не знаю дорогие друзья так что как как хотите считайте там радуйтесь я ничего там выиграли и выиграли ладно я по-прежнему считаю никаким что этот по-прежнему остаюсь при своем мнении что вот эти вот может у кого-то там выиграют а будут остальные все игры также они они также проводить то что или из реализации 0 отсутствие реализации признака ур низкого уровня мастерства когда игроки не попадают пустые ворота имеет огромное количество моментов и знаю что все вратари проводят лучшие матчи в жизни вот все остается как по-прежнему как при они величие вот такое у меня мнение там вы там как уже угодно считать там я высказал свое мнение личный вот я редко ошибаюсь так что прогнозы у меня по-прежнему плохие ничего там вот эти где-то самом конце таблицы вот таких команд он уже как химии не будет может быть только нижний новгород не знаю кто там они в том сезоне тоже помните всем проиграли 0-0 спартаком сыграли культам вратарь лучший матч поэтому это что наши физкультурники банкоматчики они не понимают что лучшие матчи в жизни проводят это теме в первый тайм билось там их не хватило вот я не знаю за счет чего буду лая собирается там за счет физики выезжать за счет там одного бортко штрафных там или этих стандартных положений но хорошо и стандарта на стандартах невозможно все время очки набирать вот а потому что позиционных комбинационной игре там ничего нет эти вот они пытаются вот это вот скотство полотерство там зина там татары исполните там пасы внести в ворота за это убивать надо вот как сами знаете да друзья как в вестном фильме говорил папанов вот так вот дорогие друзья так что посмотрим как будут следующие игры я по-прежнему полон этого самого и пессимизма и считаю что вы и игра игра выиграна за счет индивидуального мастер мастерства бортко и за счет того что химия очень слабая команда вот как-то так всем до свидания